86-летний Брагим Зантимиров передвигается по деревне на лыжах. Ходить по сугробам здоровье не позволяет. Деревня в снежном плену. Болел месяц. Не врачи, не дорога. Ну кого? Врачу позвонить, дорога нет. Только танок может заехать. Не заехать, не выехать. Про свой отчий дом жительница Казани Рита Фахриева забывает на всю зиму. Как только снег, мы все. Тут умирают. Люди даже были такие, что у нас дом сгорел, и человек вместе с ним сгорел с домом, потому что пожарные не могли зайти. Еще лет 40 назад в этой деревне Берляшки пела жизнь. Был свой сельский клуб, школа, магазины, но деревня постепенно вымирает. За продуктами и лекарствами теперь приходится ходить в соседнее село за 5 километров. Маленький Арсений вместе с мамой присматривают за больным дедом. Он не ходячий. На выходных медикаменты закончились, а выехать за ними Светлана не смогла. Сельсовет на звонки не реагировал. Вчера в 12 часов дня я позвонила в МЧС 112, когда уже я не знала, что мне просто делать, кому мне обратиться. Три дня подряд я спрашивала дорогу. На мои звонки мне не отреагировали, выключали телефоны. После этого я в МЧС позвонила. Оставляем машину, да пешком идем? Сутки, двое может прощать машину там. Сегодня ночью, видимо узнав, что сюда едет телевидение, дорогу расчистили. Проложили через поле в одну полосу. Если кто-то поедет навстречу, машины не разъедутся. Жители надеются, лишь бы снова не замело. Мы застревали постоянно, застреваем на тракторе, вытаскиваем. Сейчас в деревне проживают 7 человек. Почти все пенсионеры на выборы президента. К ним добирались на снегоходе. Зима в деревню, похоже, пришла неожиданно. Разруднение с открытием дороги. Получилось, как будто снег на голову падал. Техника была, но малосильная. Трактор Беларусь, он не смог очистить. И вот сейчас позвали с другого монитор. Он поднимает и сам выгружает. Таким образом очистили. Как рассказал глава поселения, асфальтированной дороги или даже щебеночной в ближайших планах нет. И когда растает снег, грунтовую дорогу в очередной раз размоют. И деревня Берляш превратится в одно большое болото. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова